итак ребят идем дальше идем дальше в принципе вот теперь вроде как мы готовы писать сайт но еще можно конечно писать кондачка а я напоминаю мы свайпе с вами пишем социальную сеть на джанга ну о чем она вы уже смотрели в первом уроке значит что хотелось бы сказать ну во первых давайте подумаем с какими инструментами будем работать далее да нам надо обязательно я думаю у вас есть это юпитер да жупай жупитер жупай это как там юпитер короче так и у нас есть наша модель написанная я надеюсь вы ведете свою документацию да теперь давайте зайдем наши вики где мы будем описывать блок и создадим еще файл деф-блок md скопировать относительный путь email войдем деф-блокм ага возьми они Итак, я бы хотел с вами обсудить, если уже делать серьезно что-то, то хотел обсудить еще некоторые моменты, чтобы вы учли. Итак, я бы хотел с вами обсудить. Некоторые приготовления, вот, прежде чем мы начнем писать, а мы с вами договорились, что будем писать UserListView, да, все остальное уже будет в платных уроках далее. Значит, смотрите, я вам скажу, я не верю, что вы не знаете идею сайта. Просто зачастую люди, что говорят, я не знаю. Это неправильно, это неправда. Давайте я вам подскажу. Запомните, если вы пытаетесь, не написав сайт, уже найти идею и вытворить ее, это ошибочный вариант. Так не будет работать. Давайте разберемся. Вот смотрите, вот сайт, да, здесь в центре стоит дискуссия. То есть, дискуссия, смотрите, а теперь я вас спрашиваю. Вы скажете, а я не знаю, вот думаю, о какой мне сайт написать. Неправда. Давайте разберемся. В первую очередь, ведь у вас есть какое-то хобби. Это либо музыка там, либо спорт, либо цветы. Есть? Есть. Вот уже, если вам оно нравится, то уже, по крайней мере, направление есть. Шаг один есть. Отлично. Шаг один. Шаг один. На самом деле, вы знаете. Есть. То, что вам интересно. Или я не прав. Ведь вы точно знаете, что вам интересно. Вопрос в другом. Вы что делаете? Правильно. Грызете себя. Как бы мне придумать такую идею? У-у-у-у-у. И где-то там нечто плавает. Ребят, так дело не пойдет. Смотрите, все банально просто. Если вы, у вас музыка, то делайте что-то одно по ходу музыки. Это может быть все что угодно. Но здесь, вот смотрите, в центре стоит статья. На ее месте может быть дискуссия. На ее месте может быть видео. На ее месте может быть картинка. На ее месте может быть все что угодно. Ведь дело все в контенте. На сайте, любом сайте, если вы не знаете, как делать, делайте главное одно. То, что касается вашего хобби. То есть, сделали статью для начала, да? Все остальное, чат, дискуссия, уведомления, цепляется вот к этому одному. Так устроены все сайты. Так устроен Инстаграм. Там смысл в чем? Идея. Поделиться фоткой. А все остальное закручено вокруг этого. Так устроены все абсолютно сайты. Поэтому первое, что надо сделать. Это сначала сразу определить направление. И смотрите, делаем первое, делаем первое, то, что вам интересно. Как это будет называться на данный момент? Блог, дискуссия, статья. Это совершенно не важно. Вот смотрите, есть маленький трюк такой, да? Почему не важно? Потому что есть два принципа, когда приходят идеи. Ведь вспомнили, когда вы дома что-то собирали, разбирали. Раз, второй, третий. Потом идете. А, я понял, как сделать. То есть, когда действие сделано. Есть одна маленькая вещь. Вот возьмем сайт, да? Сейчас, сейчас я открою вам, чтобы показать. Интересно, хлопец сделал интересную идею. А, вот это. Вот смотрите. Это сайт по фильму. Вы скажете, он ко мне не имеет никакого отношения. Ну и хрен с ним. Не имеет, не имеет. На самом деле, имеет все. Теперь смотрите. Ребят, смотрите. Сначала вы тупо. Так, я, у меня направление цветы. Отлично. Значит, где оно делось там? Я делаю сначала то, где человек может выразить свое мнение какое-то, да. Написать что-то. О цветах, конечно. У вас сайт будет о цветах. Иными словами, что-то, где можно что-то выразить. Далее, не надо ничего думать вначале. Идеи будут приходить чуть позже. А далее, обращивайте фишками. Мы пока убираем чат, мы убираем. Мы начинаем соревноваться на вот самой статье. Далее думаем. Так, лайки надо? Надо. Отлично. Пишем. Комменты надо? Надо. Отлично. Пишем. Ответы на комменты надо? Надо. Отлично. Пишем. И у вас начинает наращиваться. То есть, сначала вы работаете над чем-то центральным. Еще раз говорю. В данном случае это статья. Здесь может быть музыкальный файл. Допустим. Ваше дело не цветы, а mp3. Так хорошо. В чем проблема? Вот хлопец сделал пример. Хорошо. Берем начало вот отсюда. Посмотрели. Отлично. Но ведь можно сюда вставить фотографию, можно написать вот тут заголовок сделать, можно написать, поделить по категориям, можно написать там звездочки. Иными словами, просто берем и начинаем пока обращивать. Обращивать разными фишками. Потом додумываем. Хорошо. Вот пользователь подписался. Ага. Добавим друзей. Отлично. Надо друзей. Если у вас просто сайт, не обязательно все социальные функции, но по крайней мере можно сделать для человека свой профиль, да, как сделано. И публичный профиль можно сделать. Если вам не надо. Дальше. Ага. Давайте, если уже решили друзей сделать, то давайте уже сделаем так, чтобы можно было и фоловить. Но ведь это все равно разумно. Потому что, ну, не все хотят там дружить с кем-то. Вот логически подумайте. Но человеку интересно, но человеку интересно что-то там читать, он взял, подписался и просто получает новости. Дальше уже идет обращивание, но вокруг чего-то идеи. Поэтому я просто на 100% уверен, что направление вы знаете. Потому что у вас есть хобби, которым вы точно как-то горите, да. Музыка, цветы, собаки и так далее, да. Какое-то есть. То есть, если вы говорите, я не знаю насчет чего сайт делать. Вы просто-напросто говорите совсем другое на самом деле. А я пока не знаю, какую мне уникальную идею реализовать. Ребят, уникальная идея приходит тогда, когда мы делаем. Поэтому сразу надо начать просто делать, обрастить. А вот потом происходят две простые вещи. Когда у вас уже начинается, вы начинаете писать сайт, у вас наконец-то, а, вот это мне лучше сделать вот так. Начинают приходить идеи. И второй момент, когда приходят идеи. По реализации кода идеи приходят при двух вещах. При двух вещах. Это при работе с Юпитером и при тестировании. Вот мы будем сейчас потом подключать еще тестирование. И для новичка тестирование больше, чем нужно. Это уже то, что написано. Так, здесь есть тесты. То есть, подключаем тесты, начинаем тестировать. Зачем вообще новичку тесты? Так вот, новичку как раз-таки нужны. Почему говорят, там тесты надо, чтобы... Чтобы... Ну, все правильно говорят. Чтобы там проверить, чтобы ошибок не было, чтобы исключений, чтобы правильно... Это все правильно. Это надо... Надо. Но тесты новичку надо, чтобы понимать вообще сам проект. Почему? Потому что, чтобы создать тест, надо знать, что будем тестировать. Зачем будем тестировать? Как будем тестировать? Надо это написать. Вот пока будете учиться писать, и сами разберетесь и с Жангой, и с вашим проектом, как должно работать. Тогда будет правильно. И вот когда вот идет тестирование, вот как раз-таки технические идеи все тогда отсюда вот влетают. Отсюда вот понятно. А, я лучше его сделаю так. Почему? Потому что так вот не работает. Поэтому тестируем и обязательно подключим сразу. Мелкие идеи по базе данных все и по коду проверяются в Юпитере. А здесь уже проект проверяется. Мы разберемся, что надо проверять, что не надо проверять, что обязательно, как проверять. И все это дело сделаем. Сейчас я записал просто короткое видео. Одно. Не... Говорите себе, я не знаю. Начните делать. То, что у вас есть четкое понимание, что вы хотите сделать в таком направлении, у вас точно есть. Так вот, начните, запомните. Все просто. Ставьте что-то одно в это. Основное, ведь это может быть записью, да, можно добавить потом в эту запись и картинку обязательную, и там по желанию видео, и разные форматы. Поверьте мне, настолько обросите, что у вас будет, как это правильно сказать, обросите, неправильно сказал. Ну, грубо говоря, обрастет ваша простая вещь всеми. А дальше добавляйте уведомления, чат, все, что было удобно для пользователя. Ведь дело-то не в том, что там за сайт будет. На самом деле дело в контенте. Если вы горите идеей и начнете сами выкладывать у себя же на сайте свой контент, народ, значит, свой контент, кому-то интересно, все, все, одно за одно, а дальше попрут идеи. Вот что нам важнее сейчас в дальнейших шагах, нам важнее что сейчас разобраться. Чтобы это все получилось, наверное, надо что сделать, организовать таким образом, чтобы можно было расширять. Итак, мы с вами частично поговорили вот о технической стороне, у нас уже есть немножко понимания. Я рассказал в трех предыдущих видео, как выбирать, когда класс, когда функцию. Вот теперь надо устройство проекта нам обсудить, чтобы его можно было легко расширять. Эти же задачи решаются сразу. Ну, в общем, идею поняли? На самом деле вы все знаете. Берите и делайте, а потом уже будете, идея придет. Но придет она, как всегда, когда приходит идея. Ребята, хорошая мысля приходит опосля. Но опосля, это не значит, что плохо. Это не всегда плохо. Начнете делать сайт, а потом поймете. А, вот так надо сделать. Так перепишите чуть-чуть. Ну, что это? Все вы знаете. Вперед.